Здарова, это Санёк, у нас тут новый хоррор, амнезия, призрак, новый для меня, в смысле, так-то вообще, конечно, старьё, начать новую игру, давай, погнали, так, играть так, как было задумано разработчиками, нормальный слой, нормальный, давай, начать, ну, конечно, так, давай посмотрим, чё тут у нас, это, типа, такая, вроде как, легендарная игруха, прародитель жанра, вот это всё, 2010 год, амнезия. Не забывай, некоторые вещи нельзя забывать, тень идёт за мной, нужно торопиться, меня зовут Даниэль, я живу в Лондоне, в Мэйфэйр, что я натворил, это безумие, нельзя забывать, нельзя, я должен его остановить, соберись, меня зовут, я Даниэль. Ну, окей, это я запомнил, я Даниэль, живу в Лондоне, пока всё нормально с памятью. Так, чё дальше? Дождик. Ага, кровавый дождик. Нет, просто дождик. Короче, пойдёт. Отставай, ну чё ты там, развёкся. Ну, ёптый, давай, о, так, встали, хорошо. Так. Как всё смазывается, когда я двигаю, ну, о, рука какая-то. Так, журнал, добавлено до быстрого доза, нажмите М. Идите по следу из жидкости, выясните, оттуда течёт. Вот этот квест. Ну, я могу сказать, что мне нравится вот эта графика, она, знаешь, такая, типа, не пластмассовая, как всё в современных играх. Такая прям, такая прям нормальная, нормальная. Так, какая жидкость-то течёт, эй, ты куда течёшь, говорят. Надо узнать. Ну, конечно, поворачиваем, и тут очень медленно. Ну, может, она так и задумывалась, конечно. Так, левая кнопка мышки, двигай, думай, чтобы открыть дверь. Ёжик. А почему всё такое? Мы как-то идём, как будто бы, как будто вот-то поворачивается камера немного влево, немного, ну, наклоняется, знаешь. Ну, ладно, здесь, значит, кто-то трапезничал, я так думаю. Выясните, откуда течёт жидкость. У вас откуда-то подтекает. Чего это? Хе-хе-хе. Огниво закончились. Да на кой хер мне, там же есть. Погоди. Эй, огниво. Почему я эту-то не могу взять? О. Подобрана огниво. А, погоди, я понял. Мы его носить... У нас тут будет лампочка, походу, носить с собой, а вот это всё... Боже мой, ну, графика, конечно, нормальная, но почему-то размывает, прям, когда я поворачиваю. Ладно, ставим. И корёжит его, смотри как. А бегать ты можешь? Хер-то зла, да? А здесь чего? Непонятно. Чего произошло-то? Да боже мой. Его плющат, да? Чего тебя так плющат-то? Всё же нормально. Спокойно. Да спокойно. Эй. Чего там у вас хвозняк? Погоди. Отчего? Подобрана огниво. Текущее количество огнив показано в инвентаре. Тап. Одно. Что такое? Будь-буха. А это что? Хочу достать. Давай, открывай. Блин, ну управление, конечно, такое. О! Метла, полетели. Ну-ка, полетели. Ну-ка, залезай на неё. Ну ладно. Так, ну вот когда она фокусируется, вроде прикольно выглядит. А вот когда она идёт, всё размывается по краям. У меня всё уж прям глаза начинают от самое. Лезть на лоб. Давай, открывай, говорю. Это мы туда. Погоди, а там была дверь. Ёжик, как всё расплывается. Или это у меня по бокам монитор расплывает. Потому что на центре как-то надо фокусировать. А чё ты дышишь-то так? Это самое. Тяжело. Ну-ка, давай залезай. Чё мы тут устроим? Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, короче, придёт время. Ну-ка, и ты туда. Чё ещё? Хе-хе-хе-хе-хе. Пойдёт. Ладно, тут пока, значит, устроили пожар. Тут какие-то, я прям не знаю. Зачем здесь занавески-то? Ты кого занавесил? Ты, знаешь, какой-то... Имперский этот самый... Имперское помещение. Или какое-нибудь советское. Хызык. Всё такое помпезное. Ну ладно, если бы я пошёл в таком замке, я бы тоже так всё сделал. Взял какие-нибудь красные плакаты, повесил. А так, а вас можно зажечь? А нахер мне это надо. Нахер. Ты чё, ты так дышишь-то? Успокойся. Это что такое? Там тот ходит, тот бегает. Эээ, ну-ка не бегать тот. Особенно, если у тебя в руках ножницы. Аккуратно всё-таки надо быть. Так, чё тут у вас это самое? Всё скрипит. О! Югорь. Ну ты чё ссыпуешь-то? Да успокойся. Ну хорош, тебе по ковру ползать. Эээээй! Перестань! Ну перестань! Заползил он тут у меня. Нет, ты посмотри на него. Всю пыль собрал. Чё это такое-то? Слушайте, ну-ка давай, представление. Мы в какой-то галерее. Ага, слушай, чё? Картина-то такая же внизу висит. Меня не наебёшь. А тут чё? А тут чё? А тут хер знает чё. Понавешивали тут. Небось, всем говорят, что у них подлинник. Так, это потекло туда. Но мы ж зайдём туда. Но мы сначала всё проверим с тобой. Чего это? Новая рубашонка. Не нужна она с тобой, я согласен. Нам будет самое... На будущее новые... Новые штанишки. Чего? Кто? Где? Осторожен, стой в темноте. Медицинские красоты, говорили, погниво. Так, я понял, я понял. Короче, боится темноты, паренёк. Хорошо. Хорошо. Зачем я потратил огниво? Чтобы рассмотреть картинки? Давай рассмотрим. Так, здесь, значит, чего? Это что такая за белая херота? Ну и ладно. А тут чего? Ты... Зачем туда полез-то? Ты куда полез-то? Ай, чуваки, детишки рядом с Иисусом. Всё должно быть не так. А ты чего? Пастушок. Нормально, так можно приблизить. Ладно. Бесполезная какая-то комната. Я не знаю, зачем я потратил огниво. Так, ветер. Ветер, ты могуч. Ты не туши мои свечи, пожалуйста. Интересно, вот когда в таких замках, типа, вот идёшь к такому замку, и везде свечи горят. Ну, должен же быть какой-то человек, который их зажигает. Я к тому же прикину, то есть ты работаешь в дворецком, в таком замке, и тебе нужно с утра зажечь свечи. А ещё, если там сквозняк свеча упадёт, и начнётся пожар. Старый открылый. Хорошо, погнали. Дверь захлопнулась за ним, и он понял, что больше никогда не увидит старого портного с Беркли-скверт. И ещё одна одинокая душа, а в лодни почему-то мысли об этом показалось ему не верным. Хорошо. Хорошо. Вот, смотри, что, факел. Берёшь факел? А, вот. Слушай, что, вот эти кнопки можно вот так использовать. Хорошо. Ну-ка, сиди сюда. Сейчас я буду выглядывать. Хе-хе-хе. Никого, говорят, нет. Ты чё, книжка? О! Полежи пока тут. Нормально. Так. А ты кто? Ты погодишь, ты. Шу. Стой, 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 стой. Э Э. Э, книжка, ты чего не горишь то? Так, мы сейчас начнём терять рассудок, да? Нет Ты меня не наебёшь своим сквозняком Ууу, ребят, у вас тут это самое Ничего себе У вас беда, говорят Так, не стоять, что ли, здесь? Не стоять в темноте, я понял О, там смотри, что-то ракашки Да хорош тебе, ну что ты такой очковый-то? Там же светло, в принципе-то Тут, в принципе, светло Не пизди мне Подобрана огнива А больше тут ничего и не будет Ты кто, коробочка? Ну и ладно Огнивы подобрали, идём У меня должен быть суперфонарь Да боже мой, хватит тебе Ну слушай, красота Мне прям очень нравится эта графика такая Такая вся графичная Разбросали тут, разбросали Ух, ебать, какой звукан Подобрана лампу, чего ты? Мы подобрали лампу Когда она заправлена маслом Я могу зажечь Эх, не надо Когда она заправлена маслом? Она заправлена? А потом потушить её можно будет? Ну хватит тебя Огниво Ну и нормально Здесь всякие штуки Можно потрогать О Я Сею хаос тут потихонечку Ну на самом деле Вроде ничего не страшно Но он что-то так стремится Что мне самому стремно Ну давай Кто там уже столько крови Это самое Столько крови вытекло у чувака Погоди О Шикардос А если так? О, можно потушить Хорошо Мы тут потихонечку Здесь не будем тратить ничего Нормально Нормально А то с ума сойдёт Как бы узнать Насколько она заполнена маслом Что тут там Гремит цепями Я не буду зажигать На кой хер Вот так Вот так Вот так Это кто? Коврик Ну-ка сейчас я тебя Шпок Хе-хе-хе Ты конечно потому что Я не в ту сторону его кинул Конечно Конечно Вот туда давай Шпок Ну ты чего? Волшебный ковёр Смотри чё Не раскручивай Пойди гвоздями прибили Ага Я смотрю Там чё-то есть Так это блин Слушай чё Надо всё разбирать Везде походу Где чё-то есть Ты кто? Что с тобой? Что с тобой самурай? Блёх Какой тут звук страшный А? Я ж тебя взял Ну ты чего? Ну-ка иди ко мне Хер с тобой самурай Погнали вперёд Кто? Кто тут живёт? Эй Короче Отклоняться нельзя походу Так это чё такое? Подобрано масло Когда лампа горит Хорошо Так давай читаем До августа 1839 года Хотел бы я спросить тебя Помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир В твоей голове не останется ни одного воспоминания Не бойся, Даниэль Не могу объяснить тебе почему Но я выбрал забвение Постарайся найти в себе силы Потому что у тебя есть цель Ты Мой последний шанс всё исправить Очень надеюсь, что имя Александра Брененбургского Всё ещё вызывает у тебя гнев Если нет То тебе не понравится то, что ты должен сделать Иди во внутреннее светилище Найди и убей Александра Он стар и слаб А ты молод и силён Ты легко с ним справишься И ещё одно За тобой идёт тень Это оживший кошмар Который разрушает всё на своём пути Я перепробовал многое От неё не уйти Ты должен продержаться как можно дольше Искупи наши общие грехи, Даниэль Спустись в подземелье к Александру И убей его Бывший ты Даниэль Ох ты ж бляха Идёт тень, говорит Да ты хорош Какая ещё тень? Ты кто? Убей Александра Брунду Знаешь, похоже, был такой фильм у этого У Хриса Нолана Там типа это самое Там тоже чувак себе с амнезией Типа Татуировки себе на теле набивал Кого надо убить За тобой идёт тень Блях, спустись под зиму Мне это не нравится, ребятки Тут какой-то алхимик жил О Удерживаю левую кнопку мыши Двигать Чего? Кто? Ух ты ж ебать Приёмная Хорошо Во рту был устойчивый вкус розовых лепестков Рахат Лухум Подумал он совсем не тот Который подавал на консульстве В Константинополе Ну, главное, что я сказал сам себе Твою мать Всё-таки здесь можно бежать Хотя это мне совсем не нравится Сейчас, значит, будет встреча с этим козлом Ну, здесь вроде светло Значит, у нас не должно глючить никаких теней Спокойненько Спокойненько Лепестки розы Нет? Ай, бляха! Это в замке, Александра? Да, в каком-то смысле Пойдём, возьми фонарь Ты был в камере переработки, верно? Не думаю Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее светильще Самый главный зал, Александр Он находится за камерой переработки На самом деле Он в глубине скал под Брененбургом Ебать И вообще, где? Куда? Тут покажут светло. Пока светло, вроде, где-то самое. Всё норм. Ну-ка. Хе-хе, подобрал. Давай. Ребятки, привет! Ну-ка, стой! Какой красавчик. Ну, ладно. Это чего? Чего, огниво? Замаскировали. Я говорю, тут как раз дворецкий. Пойди, везде огниво и расставляет. Потому что, ну как ему... Ага! Тут какой раз? Третья картина одинаковая. Ребятки, я вас запалил. Лень было рисовать, да? Сходи, а что там, интересно? Ещё есть что-то наверху и что-то слева. Ну и куда? Как мне понять-то? Я, кажется, паутин наступил. Нет! Не трогайте меня! Хуй с ним трогайте её, только меня не трогайте. Не поддаётся. Что вон там? Ох ты ж блеха. Сколько тут всего-то? Архивы. А, погоди, отсюда я пришёл, что ли? Пизду, я так заблужусь. Чё-то они как-то уже... Какой-то нелинейный тут появляется. Ну ладно, давай сюда. Эй, дамочка, я тебя спасу! Извини, что задержался. Нам было там проверить кое-чего. Лаборатория. Мне нужно вниз, чтобы чего? А есть карта? Хе-хе-хе. Ни хера нет. Винный погреб. Ну на кой чёрт-то? Ну давай. А-а-а. А-а, ну вот. Ну тогда уже начинается всё это самое. Нам было сразу проверять вся комната. Торж заперта, да? Ну бляха. Остальные дети подбаздривали его. Всё быстрее повторяя его имя. Неужели я в самом деле это делаю? Подумал мальчик и бросил в жертву камень. Спокойно. Его начинает подключить, потому что темно, да? А если вот так? То и ничего. Не бойся. Всё нормально. Тут хотя, конечно, тревновато. Я согласен. Да не паникуй. Бляха, ещё вниз пошёл. Зачем пошёл? Танёк, ну ты придумал куда идти. Это я шлёпал. Ёптэть. Что ты скажешь на это? Ебать. Ну пожалуйста, хватит. Нужно больше куприто. И одна часть крепкой панки. Понятно, больше пакурита. Ай, 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 ай. Больно. Это моя третья попытка создать искусственную жизнь. Так, это тот древний алхимический эксперимент. Ранее компоненты не обладали необходимой мощью, однако я чувствую, что я на правильном пути. Галамин и аури пигменты должны быть по умолчанию, а куприк прочно их связывает. На этот раз я возьму азотную кислоту вместо царской водки. Надеюсь, благодаря этому раствор станет более однородным. Эксперимент завершился неудачно. Раствор по-прежнему очень кислый и годится только для того, чтобы служить в качестве моющего средства. При контакте органических тканей с раствор начинается особенно бурная реакция. И в таких случаях надлежит действовать с предельной осторожностью. Возможно, мне удастся использовать эту формулу, однако я уже теряю надежное телохимическое решение моей проблемы. Не переживай, мы всё найдём. Вот химическое решение. Что им не хватает водки? Водка нормальная самая. Они вот придумывают всякое всё, намешают потом у них глюки. Из-за отсутствия дымохода пары, получавшиеся во время последних экспериментов, подействовали на многие нестабильные ингредиенты, которые я храню. Часть из них, похоже, не пострадала, однако многие загрязнены. И спасти их будет нелегко. Я сделаю всё, что в моих силах, и перенесу их в винный погреб. Хорошо. Это здесь. Мы здесь, значит, здесь живёт какой-то мистер алхимик. Чудит тут потихонечку, но ничего, моё... Ну чего? Это не сундук. А ты сундук? А ты сундук. Ничего тут нет, я тебе говорю. Кто там рычит? Кто рычит? Зачем я сюда пришёл-то, а ничего не узнал? Так ведь? Вопрос в том... Приёмная. Можно ли было... Он упал на кухонный пол. Первый удар ногой в живот. Но его глаза навернулись... На его глаза навернулись слёзы. Хейзел... Так, скажи мне... Откуда и куда? Мне нужно вниз убить какого-то мужика. А я не могу. Сейчас окажется, что там в погребе я чё-то не разгадал. Ты чё на меня шипишь? Это же... Это же таракан-шипун? Будь здоров! Давай, погнали сюда. Ага. Ага. Шлёп. Ну куда? Слушайте, чё, отправь меня как в погреб-то. Я теперь уже, получается, никуда не могу. Я пришёл вон оттуда. Я пришёл к тебе с приветом. А надо было вон туда. А там такая же херота. Чё ж делать-то теперь? Ну, осталось вот это место. И если мы не найдём ключ... Так, что говорит волшебная книга? А, ага. Вспоминания. Химикаты перенесены в лоратории винный погреб. Это я нашёл. В лоратории мне удалось узнать, что из смесь четырёх химикатов получается мощная кислота. Найти ключ от винного погреба. Ага. Путь трёх... Ага, кислота нужна, чтобы вот эту херь... Ну, я понял. Какая-то органическая ткань. Может, мне удастся её растворить. Вот. Чуть от винного погреба. Перенесены из лаборатории. Винный погреб. Короче, мне нужно как-то попасть в винный погреб, а там, ну, нужен ключ. Собственно, всё, приплыли, как говорится. На пути в Дувр ему пришлось заехать в Кантынбелев. Там зашёл провелать родных. Его молчила совесть из-за того, что он совсем их забыл. Так, слушайте, ну в архиве я вроде был, сам начальца. Кто? О, хляха. Давай. 16 мая 1839 года. Беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Герберт обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу, а он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная, но я теперь просто уверен, что он что-то скрывает от меня. Тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вёл в подземное каменное строение. Профессор уверен, что это гробница, которую мы ищем. Он приказал расчищать ход, хотя была уже поздняя ночь и жуткий холод. Завтра я поведу людей в гробницу, попытаюсь добраться до усыпальницы. Что бы не скрывал от меня профессор, мы наверняка найдём тут что-нибудь стоящее для британского музея в Лондоне. Смотри, что я нашёл для британского музея. А ты куда? Ага, догнал тебя в угол. Эй! А чтобы перемещать предметы, двигатель, ну я понимаю. Вот не дай бог, я где-то уже видел этот ключ, но не заметил. Ну-ка сюда иди. Чит-то таракан. Перемещать стулья, это мне ни к чему. Тут жил какой-то, это самое, начитанный гражданин. Смотри, сколько у него книг. Смотри, сколько у него книжных полок. Можно было, мне кажется, всё в двух уместить. Так. Я тебя видел. Одного такого. Что с тобой случилось? Давай сюда. Нет. Хе-хе-хе. Ладно, я в этой комнате, наверное, больше ничего не найду. А, так. Каталоги. Каталоги. Вон туда я не хочу, так ведь? Там темно, страшно. И тут темно страшно, на самом деле. Нет, нормально. Да вот занавески надо того. Да вот у него начинает всё расплываться, да, когда ему... Не очень. Давай используемся огниво. Всё равно у нас есть и это, и то, и всё. Ага. Ага. А, значит, контракт Вильгельма. Вильгельма, окей. В настоящем я обязуюсь, Ерой и Прадой, служить Александру, Барону Бренденбургу. Этот контракт будет действовать три года, по истечении которых я вновь обрету свободу. Кроме того, Александр, Барон Бренденбург, обязуется рекомендовать мои услуги при дворе короля Пруссии. И в святая святых орган Чёрного Орла. Да не сломает никто эту печать Вильгельм Дом Генриха. Так, ну слушайте, чё? Походу мы договорились служить тому мужику, а теперь хотим его того. Некрасиво, как получается. Некрасиво. Эй. О. Сюда. Пойдёт. Ничего. Где мой ключ? Кто-нибудь? Мне нужен ключ. Пожалуйста. Ага. Ага, понятно. Тут чего? Понаписали столько всего? Смотри, чуваш. Ага. Где-то я видел, конечно, эту картинку. Ты не помнишь такую? Стой, я сейчас прочитаю. Ты кто? Кабинет. Пошли в кабинет. Кто, блях? Ты чё там тут стонет? Блин, когда появится этот ублюдок, это будет, конечно, мистер Тен, или как там его. Будет, конечно, не так весело это всё. Семнадцатая мая. Тысяча восемьсот тридцать девятый год. Руки дрожат. Но я должен написать о случившемся. Иначе боюсь, что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло в затклом воздухе подземелья. Арабы оказались суеверны. Они были напуганы и громко спорили. Меня начал доставать их галдёж, и, собравшись силами, я прикрикнул на них, чтобы шли вперёд. Мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в четвёртом веке, но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привёл нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная каменная плита, которая закрывала путь дальше. Я приказал поднять её, и стоило мне пройти в узкий проход, как плита рухнула. Я был в ловушке. Понятно, какая-то стрессовая. Я всегда думал, что, знаешь, работать археологом это такая штука, типа Идиана Джонс. Вот там ты бегаешь со шляпой, вот это всё с кнутом. Девчонки все твои, а у него, смотри, какой нервный принёс. Его, походу, заперли в гробнице, и у него теперь проблемы с головой. Так, эту картинку я тоже видел. Слушайте, что, ну они нас прям наёбывают с этими картинами. Сэкономили, сэкономили. Что там у тебя под шкафом? Не пылится? Не пылится. И это, значит, называется кабинет у них. Эх, чего? Старые фолианты. Чё хоть был-то? Какой огромный дом, я запутался здесь. Хватит. Его вот там начинают глючить, да, от того, что он какую-нибудь штуку заметил? Опачки. Перестань, ты мне там перестань играть. У меня есть масло, если чё. Пум-пу-рум-пум. Пу-рум-пу-рум-пум. Интересно, а скримота тут какая-нибудь будет? Или только вот эти ребята, которые за мной будут ходить? Непонятно, да? Что вот это за хрень? Ты что за хрень, скажи мне? Ладно. Вперёд! Без страха и... и кого? Полочки. Чё там у нас? Слушай, или Даниэль коротковатый, или эта полка слишком высокая. Тут картины нет. Я потратил огнивы, на что? Где хоть что-нибудь? Лампу ещё можно зажечь. Тут кто? История края. Дверь не открывается, она заперта. Историю края так просто мы не узнаем. Но... Так, а здесь? Не был ли я здесь? Когда в первый раз проходил. Блин. Я здесь заблудился. О, окно. Я здесь не был, я вот опомнил окно. Мы где-то в горах. Там дырень. Смотри-ка. Съёбываем, пацаны. Съёбываем нахер. Кабинет. Что там грызётся-то, а? Да что ж такое? А зачем я вышел в приёмную-то? Песочные дюны напоминали морские волны. Пока крован шёл, земля оказалась неподвижной. Настойла разникла. Нахрена я сюда вышел. Мне сюда не надо. Давай назад. Вот же штанёк. Услышал этот самый? Услышал, какой трёх, стыканул и убежал. Хе-хе-хе. Здесь я был. Там я был? Каталоги. Вроде был. Давай, я зажгу тебя, чтобы у тебя там и тараканы в голове не шуршали. Вот же ж ты ссыкливый чувак, а. Мне кажется, я вот уже отсюда, там тоже всё посмотрел. Да, вон там я был. А вот там я не был. Блях, а ты чего? Кряхтишь. И чего? Кто-то играл только что. Кто-то тут только что играл. Да что это за штуки такие? Почему ничто, ничто в этой игре не горит? Карты. Ебать. Я ж оттуда пришёл, так? Блях, пацан, делал грязь. А вон там чего? Стена хрупкая, но рукой её не пробьёшь. Так давай чем-нибудь головой. Я тут запер, походу, да? Ну, по крайней мере, там какой-то... Ай, блядь, да что ж такое? Да, пролезал. Эта часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придёт день, всё может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем, но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Блять, нет, ай, ай-ай-ай, мои глаза. Смотри-ка, ну у нас здесь примерно, хотя бы я тебе представляю, как выглядит этот замок. Жалко, что нельзя взять. Так, нашел огни его пока тут. Ну пока монстров нету, пока самое, спокойненько. Вот как тот появится, вот тут начнется. Центральная Пруссия. Ну как обычно, мы тут Австралии, Янгрея, вот это все. Кого-нибудь захватим. Ай! Что? А что произошло, блять? Ты мне как в глаза пизданул сейчас. Под стол? Полезный под стол? 12 мая, 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Он не спешил гаснуть. В темноте. Я чувствовал его притяжение. Я пришел. Ай, какой ж ты яркий. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Влях, опять тот заиграл. Просто раз на другом инструменте ты играл. Ну, нормально так ты развлекал, походу, студенческие годы, да? Человечела плющила. Ну, кто не без этого, кто не без этого. Все мы экспериментировали, так сказать. Пруссия. Королевство Пруссии, центральное Пруссия. Ну, хорошо. Чуть не дает, интересно. Стена хрупкая. Так, придумать, чем разбить стену. Туда мы не пойдем. Давай вот так. Ох, ты ж ничего себе, магия. Да хватит вот это. Действуй быстро. Когда задействуешь первый, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нельзя пренебрегать осторожностью. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Какая-то подсказочка у нас тут так. Ну-ка сюда. Первая есть. Действуй быстро, говорит он. Как только того, так того. Блин, сразу ничего не видно. Так, две книжки я нашел. А где третья? Наверное, там. Дверь заперта. Хорошо. Так, всего должно быть... А сколько вам сказало должно быть? Погоди, я интересно, если я так нажму. Спрятан какой-то механизм управления постоянной дверью. Ну. Ты чего? Слушайте, я, походу, сломал его. Действовать надо быстро, он сказал. А я не действовал быстро, да? Такая книжка еще где-нибудь есть? Только там. Ну и здесь, конечно. А, все, нашел три. Блин. Стой. Да стой, ты говорю. Я говорю, стой. Ах, ты ж. Что произошло-то? О, ничего себе. Да, тут, походу, много такого будет. Тут везде эти шкафы. Не зря же они стоят. Я бы вот сюда залез бы. Вот так, значит. Вот так. Фух, нормально. Ладно. Может быть, так и можно будет вот самое прятаться от всяких там. Это, значит, картинку мы видели. О, вот это новенькая. По-моему. Такую я не видел. Ключ. От винного погреба. Что это, блядь? Ну, пожалуйста, самому. Значит так, о закрытии... О закрытом винном погребе. А Вильгем и его идиоты ставят под удар мои эксперименты, небрежно обращаясь с человеческими оболочками. Шериф внимательно следит за тем, что происходит в лесу и убивает моих верных слуг. Рано или поздно след приведет их в Бринденбург. Нужно посадить под замок Вильгема и его людей. Только так я смогу помешать следствию. Поэтому, пока все не уляжутся, винный погреб будет под замком. Либо люди короля уйдут, либо они погибнут с голода. Да пусть хоть сгниют, мне все равно. Возможно, стоит напоить их вином. Это в каком-то смысле решение решит обе мои проблемы. Понятно. Значит, он тут, типа, это самое Франкенштейн, мистер доктор Франкенштейн. Но наверняка мне ни хера не получалось, а, типа, написал записочки, и теперь моего персонажа, который и так травмирован, будет тут все преследовать. Хотя, на самом деле, никого тут нет. Я думаю, так все. Стул. Ну, я, конечно, не уверен. А ты что скажешь? Что, значит, мне похуй? Ты давай не шути со мной. Так! Ключ от винного погреба у нас есть. Куда идти, мы знаем. Значит, погреб... Прячемся тут. И давай, значит, до встречи в следующей серии. Спасибо, что смотрел. Давай, пока. Спасибо. Спасибо.